Главная инвестиция любящих, адекватных родителей, способных мыслить стратегически, конечно же, в будущее своих детей. Когда же рождаются у таких родителей дети, то они стараются заглянуть в будущее и запланировать это будущее. Главное, чтобы наши дети были не просто счастливы при наличии безусловной любви, но и при наличии поддержки, в том числе финансовой, со стороны родителей. Давайте обо всем по порядку. Детский накопительный полис в Медлайфе можно купить от рождения до 17 лет. Как только у родителей на руках появляется средство рождения, сразу же можно оформлять полис страхования жизни накопительной. Полис действует максимум до 27 лет и 10 лет минимальный срок действия детского полиса, любого полиса накопительного в Медлайфе. Детский накопительный полис решает несколько задач. Первая задача – формирование капитала на плату образования вашего ребенка, либо на старт в жизни. Вторая задача – это защита дохода родителя. Вот на этом я хочу остановиться более подробно. О чем идет речь? Предположим, родители покупают своему ребенку накопительную программу в Медлайфе. И он оплачивает эту страховку из своего дохода, либо он работает в найме и получает зарплату от своего работодателя, и часть этой зарплаты он тратит на оплату страховки. Либо родитель является предпринимателем бизнесменом, либо бизнесменом имеет доход и из этого дохода оплачивает полис страхования жизни накопительной для своего ребенка. А что происходит, если родители вдруг его не стало, он умер в результате несчастного случая, либо в результате заболевания? Что будет с детским накопительным полисом, если родитель утратил полностью и постоянно трудоспособность? То есть утратил способность зарабатывать деньги. Речь идет об инвалидности первой группы. Что в такой ситуации будет с детским полисом? В Медлайфе есть инструмент, который позволяет защитить детские накопления от таких страшных ситуаций. Чуть позже я об этом более подробно расскажу. И третья задача, которую решает детский полис, это страхование здоровья ребенка. Какие программы доступны сегодня в Медлайфе для наших маленьких клиентов? Это критические заболевания, их 20 в списке. Это рак, доброкачественная опухоль головного мозга, например, это энцефалит, приобретенный сахарный диабет второго типа и другие заболевания. Перечень этих заболеваний я публикую под описанием сегодняшнего видео. Это несчастный случай, все, что с ним связано. Травмы, телесные повреждения, переломы, ожоги, разрытменистка, сотрясение мозга, укус энцефалитного клеща. Вот это все. У нас есть несколько программ в Медлайфе. Мы их комбинируем. И я их вынесла в отдельную строчку. Несчастный случай. Госпитализация и восстановление после госпитализации. И хирургия по любой причине. Представьте несчастный случай, либо заболевание. Вот, собственно говоря, все, что можем мы предложить нашим маленьким клиентам на сегодняшний день. По большому счету детский накопительный полис позволяет застраховать по рискам, связанным со здоровьем, и родителя. Если родитель молодой, то это стоит, в принципе, недорого. И по большому счету это возможно сделать в детском полисе. Но я категорически против этого. Я считаю, что у родителя должен быть свой полис отдельный по страхованию здоровья от заболеваний, таких критических, как рак, инсульт, инфаркт, от несчастного случая, на случай смерти по любой причине. Потому что детский полис закончится когда-то. Например, папа покупает полис 35 лет своему ребенку. И когда ему около 50 лет, либо слегка за 50, полис заканчивает свои действия. Ребенок забирает накопленные деньги, и программа прекращает свои действия вместе с рисковой составляющей. А родителю в этот момент уже либо под 50, либо слегка за 50, либо сильно за 50. И в таком возрасте многие опции будут либо недоступны, потому что в таком возрасте могут быть уже нюансы со здоровьем у родителя, либо они будут уже, эти опции стоят настолько дорого, что родитель может не иметь возможности их купить. Поэтому я всегда настаиваю на том, чтобы если вы купили детский полис, ребенку накопительный, обязательно имейте свой личный полис. Я чуть дальше буду рассказывать разные интересные истории, и вы поймете, почему я на этом настаиваю. Итак, защита дохода родителя. Что это за программа? Это страхование на случай смерти или полной постоянной нетрудоспособности страховальника. Страховальник – это чаще всего родитель. В 95 случаях и 100. Эта программа называется CPA. Я описание этой программы публикую тоже в описании к сегодняшнему видео. Аббревиатуру пишу, чтобы вы в правилах страхования, если будете самостоятельно искать эту программу в правилах страхования, которые есть на сайте, чтобы вы могли быстрее найти ее. Эта программа предоставляется только взрослым в детских накопительных программах. Как она работает? Если страхователь, чаще всего родитель, уходит из жизни по любой причине, по болезни, либо в результате несчастного случая, либо если он утрачивает трудоспособность, то есть способность зарабатывать деньги, то Митлайф освобождает от оплат по данному накопительному полису, берет на себя обязательства по оплате в дальнейшем страховых премий по данному полису детскому, и ребенок по окончании срока действия договора гарантированно получит деньги, которые запланировал родитель на решение разных важных задач, например, на оплату образования ребенка, либо на старт жизни, либо в качестве подарка на совершеннолетие, например. Совершенно потрясающая уникальная опция, которая присутствует в накопительных программах только в лайфовых страховых компаниях. Причем не во всех лайфовых страховых компаниях освобождение от оплаты страховых премий осуществляется по любой причине. В Митлайфе и по болезни, и в результате несчастного случая. В некоторых страховых компаниях только в результате несчастного случая. Если у вас есть такой полис, пожалуйста, почитайте внимательно содержание этого полиса, если это опция в таком договоре. Вступительный возраст по данной программе. То есть эта программа является частью, неотъемлемой накопителем от детского полиса. Это как бы опция, да? Вступительный возраст для взрослых 18-55 лет, для детей от рождения до 16 лет. Расшифровываю. То есть в 18 лет молодой человек, либо молодая женщина, могут родить ребенка и своему ребенку оформить накопительный полис, и для них будет доступна эта опция. В 55 лет можно в последний раз купить эту опцию. То есть если страхователю, родителю, либо бабушке, либо дедушке исполняет, есть 55 лет сегодня, завтра исполняется 56, сегодня до 12 ночи оплачивается заявка на страхование, полис будет выпущен, и эта опция будет доступна. Но до 60 лет. Потому что максимальный возраст на дату окончания действия данной опции, освобождение от оплаты страховых премий, в случае смерти, либо в случае трудоспособности, у взрослых 60 лет, у детей 21 год. Расшифровывая. Если страхователю 60 лет, вернее, когда страхователю исполняется 60 лет, эта опция отключается. Неважно, кто страхователь. Родитель, мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, крестные. Неважно, кто. Страховальником могут быть не только родители, я чуть позже об этом расскажу. И когда ребенку за страхованные судьи исполняется 21 год, эта опция для ребенка тоже отключается. То есть, по большому счету, в 21 год ребенок становится уже взрослым человеком, является, точнее, взрослым человеком. И если с родителем происходит такая беда, то он может стать страхователем по своему накопительному полису. Продолжение следует...